Друзья, всем привет! С вами Лавислав Лисовец. Сегодня буду делиться с вами своими лайфхаками. Буду рассказать вам о бьюти, о том, чем я пользуюсь, почему я так хорошо выгляжу в свои 49 лет. С этим надо что-то делать, потому что я буду вам рассказывать, и надо открывать лицо, поэтому я сейчас что-нибудь возьму для того, чтобы прикрыть волосы. Вот. Нет. Это потом. Самый модный аксессуар бабулин крабит. Ага. М-м-м. Ну, в общем, как ваши бабушки, помните, да? Те, кто видит меня часто и смотрит за моими фотографиями, видят, что у меня такое всегда структурное лицо. Это не то, что я прям просыпаюсь каждое утро и крашусь. Не-не-не. Значит, девочки, мальчики, запоминайте. Когда вы отправляетесь на солнце, вам нужно как минимум 4 защиты для лица. Вы берете разные продукты. 50, 30 и 15. И еще нулевку. Под глаза вы всегда наносите полтинник. Еще самое важное. Когда наносите что-либо, обязательно делайте вот так. Потому что так косметика лучше работает. Полтинник. Чик. И делаем только центр. Если у вас от природы длинный нос, то вы мажете не до конца. Оставляете. Вот здесь заканчиваете. Чуть-чуть подвородок. Вот здесь. Ну и вот здесь, чтобы не было пигментных пятен, как у меня, они появились уже от солнца. Дальше. Тридцаткой вы мажете, ну, можете намазать уши. Ну и мажем вот здесь. Это у нас будет тридцатка. Скулы мы мажем пятнашкой. Все. Вы ложитесь на солнце или вылезаете в окно своей квартиры вот так. Лежите минут 30-40. Загораете. Солнце проходит через вас. Все это смываете. И у вас уже на долгое время появляется контуринг. А, я забыл самое головное. Вы что? Если нос длинный, еще и широкий, то обязательно пятнашку, чтобы хорошо загорели крылья. Во. В общем, вы запомнили. Под глаза сильно. Скулы практически не наносите. Или десятку пятнашку, чтобы они сильно загорели крылья. И нос пятнашку, если нос длинный, вот сюда. И нос зрительно встанет короче. И вы такая возвращаетесь с отдыха. И все подруги говорят, боже, ты хорошо выглядишь, ты нос сделала. А ты ничего не делала. Ты просто ухаживала за собой. Двигаемся дальше. Мне теперь это нужно все стереть. Я пользуюсь вот такой вот пеной для умывания. Ммм, так вкусно пахнет. Ммм, попробуйте. Господи, ну хорошо все. Может, и не смываете? Не, я варю смою. Потом вернусь. А сейчас берем маску. Я храню их в холодильнике. Если накануне к вам заезжали друзья, и вы пили газированную воду, много пили газированной воды, то с утра вы наклеите вот это на глаза, смотришь на себя в зеркало, и вроде как-то это уже хищное. Чуть-чуть марджелло. Нанесли холодную маску, ходите, разговариваете по телефону, лайкаете фотки вместе, и ждете, пока этот холод вас питается. Мне кажется, под это надо прическу поменять. Опа. Все-таки бабулины крабики, это, конечно, волшебство. Из подземного перехода. Если что, помассировали обязательно. Потому что воду-то, которую вы пили накануне газированную с друзьями, надо выгонять. Раз. И минус 15 лет. Лицо надо промокнуть, желательно нежными салфетками. Мне привезли, подарили вот этот крем под глаза, и сказали, что он мне очень подойдет. Я его, честно говоря, не пробовал. Поэтому сейчас попробую его вместе с вами. Такой вот аппликатор. Очень приятно в виде моего мизинца. Чуть-чуть надавливаем, и красиво наносим вокруг. Нежная текстура, очень тонкая, приятно пахнет. Я, мне кажется, переборщил, поэтому я обычно делаю вот так. Знаете, я когда переборщиваю с кремом под глаза, знаете, куда я его наношу? На носогубные. Потому что у меня ощущение, что носогубные и кожа под глазами, они прямо в дружеских отношениях. Вообще мне сказали, что этот крем должен так охлаждать. Я пока холодка не чувствую. Чувствую холод, конечно, что осень скоро. А вот сейчас начало там что-то... Побежали, побежали. Видимо, на работу нужно. Ну, прям чувствую, прям побежали. Это новинка была, а на самом деле я пользуюсь... Вот у меня крем, он все время у меня лежит с собой. Я его таскаю на гастроли, его везде с собой вожу. Не знаю, что это мне подарили. Попробовал, очень понравилось. Это вот крем, который я наношу постоянно. И пользуюсь все остатки втираю в руки. Цыворотка, которая очень подойдет всем, у кого сухая кожа. У меня очень сухая кожа. Голодная кожа, я ее называю. Раз. А лицо, помните, да, нужно делать вот так? Потому что она сразу работает, когда делаешь лицо такое. Сыворотка дико крутая. Она у меня была еще лет 15 назад. Они ее немного обновили. Она сейчас вышла в обновленном варианте. А если у вас нормальная кожа, то мы берем вот такую сыворотку. Их несколько видов. Это новинка, тоже из Налоран. Это для возрастной кожи. А это для молодой. Молодая, мне кажется, меня омолаживает. А взрослая, мне кажется, меня тоже омолаживает. Поэтому пользуюсь этой днем, а этой на ночь. Невероятно увлажняет. Попробуйте, скажите мне спасибо. Карандаш защита. Это опять возвращаемся к загару. Я забыл, это очень важный момент. То есть вы загораете целиком. Вот прям целиком загораете. Уши, шеи, все у вас загорает. А губы вы все время мажете. Утром защитой. Знаете почему? Они у вас останутся девственного цвета. И в сочетании с загаром это всегда красиво выглядит. Тональный крем, который я вожу с собой на все съемки. И визажисты на съемках гримируют меня этим тональным кремом. Тонкий, прозрачный, матовый. Матовый, не очень плотный. Но хорошо маскирует. Я всегда мочу спонж. Его правда не видно. Он очень быстро впитывается. Причем он потом второй раз я иногда наношу. Потому что он реально очень быстро впитывается. Нет ощущения, что ты накрашен. Но появляется такая свежесть. Тон у нас готов. Видите, без фанатизма. Теперь карандаш. Можно чуть-чуть глаза сделать поярче, чтобы не было вот так вот грустная панда. Можно чуть-чуть брови так вот пройтись. Потому что все-таки бровь это всегда характер. Я его иногда использую. Смотрите, для чего? Наша любимая. Это вот так вот крылья. Чик. Ну просто, чтобы было фактуру. Но если ничего с собой больше нет, то я не парюсь и могу. Смотрите. Я советский человек, поэтому мы привыкли, знаете, взять что-нибудь темненькое и везде его нанести. Ну вот видите, как будто скулы завалились. И нет вот этого розового эффекта. Потому что если это делать косметикой для девочек, то получается все время какой-то оттенок есть, все время присутствует. Можно родинку подрисовать. Пидум-пидум-пум. Пиу. Ну, по-любе. Это у меня от Мерлина Мороз досталась. Это она моя прабабушка. Ну и теперь самое главное. Очень хочу вам показать. Это мои любимые патчи. Патчи Дискотека. Я их называю. Опа. У нас халаты с кадра пропали. Я просто тут не один. Если вы думаете, что я сам с собой тут стою, а у меня тут халаты просто висят. А мои вот эти все вот знакомые, понимаете, халаты распраски. Не берите халаты. Это только мой халат. То, что там внутри, очень сильно покалывает под глазами. Мне кажется, оно прям делает массаж. Выгоняет эти газировку, прям из-под глаз. Уходи прям, прям вот, прям колет-колет. Слушайте, ну, знаете, какой видит. Я бы вообще-то ходил по городу, но боюсь, просто, честно говоря, меня неправильно поймут. Все готово. Я готов праздновать свой день рождения, 49 лет. Хочу пожелать вам всем хорошего настроения, любви, счастья, конечно, красоты. И начинайте свое утро, знаете, с чего? Подходите в зеркало, так присматривайтесь и говорите. Слушай, а я ничего. И у вас будет весь день хорошее настроение. Всем удачи. Это Владислав Лисовец, специально для ВОК. Пока.